Одна из хакерских групп сообщила о вмешательстве в работу серверов белорусской железной дороги. Они утверждают, что зашифровали большую часть информации, хранящейся на серверах, и уничтожили резервные копии. Хакеры объяснили свои действия замедлениями остановкой работы железной дороги, по которой сейчас передвигаются российские войска. При этом сообщалось, что системы автоматики и безопасности после атаки не пострадали. Хакеры обещают раскрыть ключи шифрования в обмен на освобождение 50 политзаключенных и прекращение группировки российских войск на территории Беларуси. В пресс-службе белорусской железной дороги сообщили, что онлайн-сервис оформления проездных документов временно недоступен по техническим причинам. Прямо сейчас более 100 тысяч российских военнослужащих, плюс множество танков и вооружений окружают Украину с трех сторон. Украинские официальные лица подозревают, что группа под названием UNC-1151, которая была связана с белорусской разведкой, осуществила кибератаку, в результате которой было повреждено и отключено около 70 правительственных веб-сайтов. Позже Украина стала мишенью вредоносных программ для удаления загрузочных записей, которые выглядят как программы-вымогатели, но с одним существенным отличием – здесь нет метода восстановления. Чиновники указали пальцем на Беларусь. Частью киберстратегии Кремля является использование посредников в третьих странах для проведения атак в тандеме или от имени Москвы, будь то тайные агенты ГРУ, отправленные за границу, фальшивые IT-компании, зарегистрированные за границей или связанные с Путиным службы внешней разведки. Россия также отправила солдат в Беларусь, точное количество никто не знает. А шесть российских кораблей направляются в Черное море, где они могут быть переброшены в рамках десантной атаки на Украину с юга. Между тем численность войск продолжает расти. Если вдруг все прогнозы специалистов сбудутся, то наиболее вероятный сценарий таков. Россия массированной кибератакой нанесет Украине удар, отключив электричество и тепло. Затем они выводят из строя ВВС Украины и ее крохотный военно-морской флот. Окружают все крупные склады оружия и запасы беспилотников. Цель проста – заставить украинское правительство на коленях сесть за стол переговоров. Но украинцы будут сопротивляться, и это упорное сопротивление может привести к тому, что Москва окажется втянутой в конфликт, который превратится для нее в трясину. Путину стоило бы подумать о возможных последствиях неудачной игры, которая может угрожать его наследию. Субтитры создавал DimaTorzok